17-ю сессию Черноморского городского совета открыл городской голова Черноморска Валерий Хмельнюк. В заседании приняли участие 34 депутата. Первым в повестке дня был вопрос о внесении изменений и дополнений в решении Черноморского горсовета о бюджете города на 2017 год. Доклад по вопросу предоставила заместитель городского головы Наталья Чумель. Согласно изменениям, расходная часть бюджета увеличится более чем на 130 миллионов гривен и составит почти 728 миллионов. Из них порядка 30% направлено в сферу образования и около 15% выделено на медицину. Единогласно депутаты поддержали изменения в положениях о едином налоге на территории Черноморска, о налоге на имущество в части транспортного налога и недвижимого имущества от личного от земельного участка. Бурное обсуждение среди депутатов вызвал вопрос, который касался изменений в части платы за землю. На сегодняшний день в городе действует 14 гаражных обществ. Ставка платежа на землю составляет 3%. На сессию был вынесен вопрос о снижении ставки до 1%. Также звучали предложения снизить ставку до 0,7% и 0,5%. Однако депутаты так и не смогли прийти к единогласному решению и отправили вопрос на доработку. В ходе сессии депутаты единогласно поддержали новые редакции уставов учебных учреждениях Черноморска. Городской совет дал согласие на принятие в коммунальную собственность города Ильичевской бассейновой больницы на водном транспорте. Не нашел поддержки депутатов вопрос установления надбавок и премий городскому голове и его замам, вследствие чего он был отправлен на доработку. Информацию по вопросам социально-экономического и культурного развития города, программа окружающей среды, а также присоединение города к европейской инициативе соглашения мэров предоставил заместитель городского головы Юрий Круг. Также на сессии поднимались вопросы жилищно-коммунальной сферы, по которым доложила Лариса Пичихчи. В частности, в коммунальную собственность города переходят тепловые сети, сети водоснабжения и хозфекальной канализации от обслуживающего кооператива Цветной бульвар. По вопросам, связанным с земельными отношениями, доложил Сергей Быченко. Бурное обсуждение вызвало вопрос о подготовке профильными службами судебного иска о прекращении договора аренды земли по адресу улица Пляжная 7, 11 и 13 с предприятием Инкомбуд и строительной фирмой Монолит. С трибуны выступили представители инициативной группы, которые озвучивали требования горожан, а именно остановить застройку прибрежной зоны, убрать забор и обеспечить беспрепятственный доступ к морю, а также внести изменения в генеральный план города. Представитель компании-застройщика Павел Трынчук в своем выступлении отметил, что они готовы к диалогу. Когда нам предлагают сегодня принять, вам предлагают принять какие-то решения по поводу запрета стройки, я вам говорю, ответственно как юрист, это будет незаконно. Мы готовы к диалогу, мы готовы с вами встречаться и вырабатывать правильный механизм. Что такое меморандум, который мы подписали от компании? Мы письмо задекларировали перед вами гражданам, что мы готовы сделать. В этом меморандуме, господин Валентин, почитайте внимательно, есть даже сроки установки панкуса, и мы говорим, что если местная власть нам не будет препятствовать установке панкуса, в мае месяц там будет панкус. Зачем он нужен? Для того, чтобы вы с колясками и люди с ограниченной возможности могли спуститься к пляжу. Мы хотим построить европейские красивые гостиницы, 4 звезды не ниже уровня, сделать красивую набережную, провести на ней интернет, поставить на ней скамейки, провести на ней свет, чтобы когда здесь летом будет проводиться фестиваль JustFest, а приехали исполнители и вы приходили и говорили, как у нас красиво на набережной. Аналогов нет, вы можете таким гостиницам. Мы не враги вам, мы готовы с вами встречаться и обсуждать все вопросы и отвечать на эти вопросы. Сегодня на сессию выносится вопрос о расторжении договоров аренды, которые бюджетом приносят порядка 3 миллионов гривен в год. Мы предпринимаем один из самых крупных налоговладельщиков в городе Черноморске. Давайте искать диалог, мы к этому диалогу готовы. Сессия приняла решение снять этот вопрос с повестки дня и отправить на доработку. В заключении депутаты единогласно поддержали план работы Черноморского городского совета на первое полугодие 2017 года. По мнению депутатов, в целом сессия прошла плодотворно. Наиболее важный вопрос, который сегодня был принят, на мой взгляд, это изменение в бюджет 2017 года, перераспределение вильного залы Шкакоши. Там учтены работы и то, что предложение нашей фракции, БПП «Солидарность», что на 9,2 миллиона будет увеличено финансирование капитального ремонта жилого фонда, это крыши, лифты, увеличены капитальные выдатки, то есть конкретно это на ремонты в сфере образования, медицины, то, что необходимые средства запланированы на реконструкцию и создание строительства начального детского садика в Александровке, и вопросы социальной защиты. Такой бюджет, который сегодня придет, он действительно, вряд ли еще в каком-то городе он есть, я имею в виду, это 35% считайте образование и медицина, до 40% вопросы, связанные с социальной защитой. Это очень важно. То, что по другим вопросам не принято решение, на мой взгляд, здесь необходимо просто более внимательно подходить к соблюдению регламента. Если вопрос решен на комиссии положительно, он обязательно должен быть поставлен на голосование. Это беда в том, что я уже дважды поднимаю этот вопрос, сегодня просто третий раз хотел озвучить. Необходима учеба депутатов. Когда депутат, не все депутаты имеют необходимые экономические образования, юридические, и предлагают, чтобы мы на сессии рассматривали вопросы примирования в школах, в больнице. Да это прератива трудовых коллективов, это законодательно предусмотрено, но доходит до абсурда. Вот если учеба депутатов будет, и более внимательные депутаты будут посещать комиссии, отрабатывать вопросы на комиссиях, тогда эти вопросы будут очень качественно и хорошо приниматься. Самый важный момент этой сессии, то, что она была самая выживая за полтора года этой каденции. Почему? Потому что пришло много людей на сессию, которые подтолкнули и депутатов принять правильные решения. Почему самопомощь не голосовала за бюджет, потому что мы настаиваем на увеличение помощи гуманитарному блоку больницам, школам, садикам. Почему самопомощь голосовала за 0,5 коэффициент по гаражам, потому что мы хотим, чтобы наши гаражники платили в 6 раз меньше аренду земли, чем это было в прошлом году. Ну и почему самопомощь не голосовала за надбавки замом? Потому что мы хотим пропорционально всем сотрудникам органов местного управления установить премии надбавки. Не одним замом, а полностью в пакете. В целом, целость прошла плодотворно. Единственное, вопрос остался незакрытый. Это ставка налога на землю для гаражных кооперативов. Дело в том, что наша фракция Настраева практически освободит от уплаты налогов. Это установить ставку 0,3, потому что там все-таки 4700 жителей нашего города, в основном это пенсионеры. Я не понимаю, почему депутаты не захотели поддержать компромиссное решение, то, что предложил мэр 0,5. Сейчас проект решения не прошел сессию, и получается у них осталась ставка 3%. Ну, думаю, что мы будем что-то решать с этим вопросом. У нас очень много земельных участков, которые пользуются коэффициентом 0,5 не обдуманно, потому что выдаются без декларации, выдаются по старым формам декларации, под видом будущего строительства. У нас очень много долгов по аренде земли. Например, компания «Тукостростикстаб» 6 миллионов долга, компания «Монолит» больше 1 миллиона. Мы не делаем ничего, не боремся с задолжниками, чтобы они возвращали, платили аренду. Зато нагружаем, получается, членов гаражных обществ. Прокомментировал ход и результаты заседания городского совета мэр Валерий Хмельнюк. Что у нас, скажем, было к преткновению? Это связано с строительством гостиничных комплексов «Инкомбуд». Значит, оно перекручивается, знаете как, чисто политически. Вот кому это выгодно, значит, давайте не будем строить. Кому выгодно, давайте будем строить. Значит, философия городской власти, моя личная, была предельно простая. Мы за то, чтобы строить гостиницы, ну вот, а как же, где же их строить? Не возле кладбища. Конечно, вблизи побережья, тем более для нашего небольшого провинциального, скажу, города, построить гостиничные комплексы, это действительно очень здорово. Другой вопрос, что, скажем, у наших горожан вызвало чувство, вот, ну, как бы, непринятия того факта, что гостиница строится очень долго. Строится, значит, некрасиво по отношению к жителям города. Значит, это вызывает у людей действительно, вот, ну, неприятие, потому что, скажем, на склоны надо проходить, там, заняли там дорогу и так далее, и так далее. Мы создавали соответствующие комиссии для того, чтобы проверить, значит, по просьбе опять жителей города. Выявили там действительно ряд нарушений, которые требуют свое исправление. Главная же цель жителей города стояла в одном. Я в основном с ним, в принципе, согласен. Значит, строить третью очереди гостиницы. На мой взгляд, это было бы поспешно. Хотя, скажу откровенно, в перспективных планах это также было. Но сами строители и, значит, те, кто, значит, эти процессы управляют, допустили вот такие грубые ошибки. Это проблема, которая должна и может решаться. То есть мы стояли и стоим вот на защите интересов наших горожан. Второй, скажем, вопрос, который тоже, на мой взгляд, он спорный, потому что все хотят, чтобы было все бесплатно. Вот граждане кооперативы. Ну, слушайте, значит, самая низкая такса, которую мы предложили, значит, в стране. А нам говорят, а вот там в сельском районе, там все, в селе, там, значит, дешевле. Ну, так мы же уже не в селе, мы живем в городе. И что такое, скажем, там 18-20 гривен в месяц, значит, платы за земельные отношения. Это просто сегодня уже не деньги. Значит, но нам говорят, Валерий Аковлевич, там же больше приходится платить. Так подождите, так это же проблема вашего кооператива. Если вы там платите большие зарплаты, там, охранникам, там, еще кому-то, это не наша тема. Мы говорим о земле. Значит, мы там, значит, с трех процентов опустили на один. Это почти в три с половиной раза дешевле, чем было, скажем, до этого. Депутаты не согласились, часть за это решение, часть другое. Значит, чем закончилось? Решение не принято до следующей сессии. Будут платить теперь по старой таксе. Вот и все. Еще один вопрос был, который по премии. Значит, это касалось премии не только меня, а это касалось премии, значит, мэра и его заместителей. Значит, здесь много, скажем, надуманного, значит, такого, чего, скажем, не было. Значит, в проекте решения были там, значит, разные варианты. Значит, мы вопрос премии обсуждали еще в ноябре месяце прошлого года, и принято до конца года это решение. Я хочу, чтобы жители города знали. Значит, вот смотрите, какие сегодня, скажем, мои коллеги, я не беру всю страну, так, взяли там 5-6 городов, устанавливают себе премии. Ну, вот скажем, Измаил, 145 процентов ежемесячно. У меня было 100. Значит, Коросты, взяли там, где-то туда, в Центральную Украину, 150 процентов. Днепро, Днепро, ну, бывший Днепропетровск, Днепро, 800 процентов. Как ладу, нормально. Значит, Львов, это по данным интернета. Львов 600, Ивано-Франковск 300. Значит, я попросил депутатский корпус оставить мне 100 процентов, как было до этого и так далее и тому подобное. Теперь, значит, раскрою тайны Мадридского двора. А какая же у меня заработная плата? А то считают, что там, значит, на сайтах, там везде пошло, там такие огромные зарплаты, там куча и тому подобное. Денег некуда девать. Значит, вот рассказываю. У меня сегодня официальный оклад Минсковой головы 3000 гривен 879. Это официальный оклад. Дальше идут надбавки. Вот, скажем, за ранг аж 100 гривен. За выслугу, выслуга у меня огромная, значит, полторы тысячи. Надбавка 2700. Итого получается у меня оклад, вот, как мы говорим, нечистыми, хрязными, да, 8300 гривен. Значит, если премия попадает, это разные оклады, значит, у меня добавляется еще, скажем, там 8 тысяч. Значит, тогда будет где-то 15-14 тысяч. Премии должны либо отдаваться одинаково всем, либо, значит, надо делать определенные, скажем, кадровые выводы. Значит, поэтому, значит, я считал возможность сегодня этот вопрос снять. И мы оставили тот вариант, который был до этого в ноябре месяце. В ходе 17-й сессии Черноморского городского совета были приняты важные решения, касающиеся жизнедеятельности нашего города.